Луванор, добро пожаловать в Молдову. И первый вопрос, как часто здесь бываешь, в Кишиневе? Да, я всегда приезжаю в Молдову летом, потому что когда закончим чемпионат в Эмират, я тогда приезжаю сюда, в Орбс. Поэтому я уже живу здесь, у меня апартамент здесь, семья моя и жена здесь, тогда мы всегда приезжаем сюда. Мы следим за твоей карьерой, и мы радуемся твоим успехам в твоей новой команде в Объединенных Арабских Эмиратах. Расскажи нам, как складываются у тебя дела, доволен ли ты? Этот сезон был очень хороший сезон для меня. В прошлый сезон я получил травму, было чуть-чуть трудно, но этот сезон я старался, тренировался хорошо, были хорошие игры, мы выиграли два кубка в этот сезон. И пока у меня веса устраивается. Только не хватает играть за сборную, только это. Вспомни, пожалуйста, 2011 год, когда ты приехал в Молдову и стал играть за шериф. Как это было? Для меня до сих пор есть момент помощи в моей голове. Это было... Я никогда не забуду, как я приехал здесь вообще, я приехал в Кишина. Каждый шаг из того, пока я доехал до шерифа, я вспомнил все. И для меня... И здесь началась моя карьера, я считаю. И в Бразилии у меня не было возможно играть, там у меня не было chance. Я получил первые шансы здесь, в Шерифе. Благодаря Шерифе я... И я сегодня... И я какой игрок? Благодаря Шерифе. Ты бразилец, ты наверняка любишь свою страну. А думал ли ты, что Молдова станет родной твоей страной? Нет, я не думал это. Ну... Молдова очень хорошая для меня. Мне нравится Молдова, очень хорошая страна, есть красивая природа, культура здесь похожа чуть-чуть к Бразилии. И да, здесь очень вкусно, мне нравится. И здесь меня все устраивается. Все устраивается. Многие знают, что ты женат на Молдаванке. Расскажи нам, как вы познакомились? Да, мы познакомились первый раз в боулинг. Вечерасполь. И вот мы уже начали встречать после этого, знаете друг друга. Появилась любовь. И вот женилась. Сегодня мы очень счастливы. У вас двое детей? Да. Двое детей. Жасмин. У нас Жасмин, 6 лет. И недавно сейчас родился Доминик. 6 месяцев сейчас точно. Скажи, пожалуйста, как ты решился принять Молдавское гражданство? Откуда такая мысль возникла? А, было все быстро. Тогда была возможность получать Гринданский Молдаву. Я тогда была очень хорошая форма, Вишериф. И мне предлагало, что получил Гринданский Молдавский. И тогда я видел возможность, что за Гринданский играть за сборную. И еще жить здесь без визы, без дела, это, понимаешь, уже смогли жить здесь вместе, как местный, как Молдаван. И я согласился. Я был очень рад за это предложение. Если мы начнем говорить о сборной Молдовы, то у тебя впечатляющая статистика. Четыре матча ты провел, товарищи, забил два гола, два асиста сделал. Но, к сожалению, на этом все закончилось. Но давай вспомним сборную. Вот первый матч у тебя пришелся на 18 ноября 2013 год. Я тебе сейчас поставлю кадры этого матча, чтобы ты вспомнил, как это было. Что ты помнишь по этому матчу с Литвой 1-1? Тот первая игра для меня была... Был один случай играть в моей карьере. Потому что всегда первые игры не можно забывать так. И было очень классно, потому что были мои первые игры в сборной. И было в стадионе Молдова. Это для меня... У меня даже эмоции есть, когда я вижу видео, когда я играл в сборной. У нас была хорошая команда, хорошие игроки. Великий игрок, который играл в России, в Юнице, в Суицаре тогда, сейчас играю в Италии. У нас была игра под контроль. Но только не хватило, что гол забывали. У нас было много шансов. Первый тайм у нас было очень много шансов здесь. Я помню. У меня понравилось. Эта игра я вспомнил очень хорошо. В перерыве что тренер вам сказал? 0-1 проигрывали. Мы должны выиграть. Мы играем дома. С нашей фанатикой, с нашим народом. Мы должны сделать красиво. И тогда, я вспомнил, надо что-то делать. Видишь, ты поборолся с защитником. И он потом забил. Было классно, были очень красивые моменты. Да. Мы с вами есть за это. Хороший воспоминания. Искучаю, искучаю. Очень. Очень не хватает. Очень не хватает. Это моя карьера. Это был очень красивый момент. Вот эти игры и Суэция, Суэция. Было очень красиво. Андорра тоже, когда играл там у них. Мы выиграли 3-0. И надеюсь, что завтра тоже они сделают тот же самый счет. Будет очень красивый для всех. Ты сыграл 4 матча за сборную Молдовы. И, к сожалению, тебе больше не удалось сыграть. Не очень приятные воспоминания, но как тебе объяснили, что вот ты вроде играешь хорошо, но уже не имеешь права играть за Молдову? Было обидно. Очень сильно обидно. Когда я видел, когда в сборной играл после этой ситуации, я видел, как они играют через телевизор, и я не смог быть на поле с ним. Для меня было очень обидно, было чуть-чуть грустно. Ну, что делать? Закон есть закон. Закон ФИФА должен иметь 5 лет здесь. У тебя было 3 тогда? 3 тогда, да. И надо просто это уже принимать и пройти дальше. Не было ли у тебя мысли, может быть, еще 2 года сыграть за шериф, чтобы потом мог играть за сборную? Да, было, было. Мы еще попробовали что-то делать в сборной, там и старался. Там они поставили в адвокат, что ФИФА отправили письма, с ним там была суть, ну, это был закон. И не только в Молдове была эта ситуация, у других стран тоже было много ситуаций, игроки, которые играли в стране по 4-3 года. Ну, вот, не получилось. Это очень жалко. Вот с последнего матча твоего за сборную прошло 5-6, лет. Может быть, ты не поверишь, но до сих пор фанаты молдавские спрашивают, когда будет Луванор в сборной Молдовы? Нам не хватает хорошего нападающего типа Луванора. Это, конечно, приятно и обидно, потому что я не могу исполнить это и их желание, понимаешь? И я очень, очень хотел играть за сборную, очень, очень. Для меня это был топ в моей карьере. Играть за любую сборную это очень главное для любой футболиста. Следишь ли ты за сборной Молдовы? Вот, когда они играют в матч и ты находишься в Эмиратах? Всегда, когда я дома, потому что там в Дубае показывают по телевизору. Я всегда, когда дома, я смотрю. Иногда я не смотрю, потому что это во время тренировки наша. Мы тренируемся очень поздно в Дубае. И тогда я не смотрю. Но я всегда смотрю шут, как идет. Но 8 июня ты будешь здесь. Да, я буду здесь. Наконец-то я буду видеть. Это будет первый игрок, после того, я играл с Андоррой. И опять с Андоррой. Да, и опять с Андоррой. И с Андоррой тогда ты забил гол. Забил гол, мы в Игре 3-0. Надеюсь, что завтра будет 2-0. И они цены и рады генсали забывать завтра. Что бы ты хотел пожелать игрокам сборной Молдовы на завтрашнюю игру? Я хочу желаю не очень удачу, во-первых, и что они были концентрированы, потому что будет тяжелый матч. Давай Гай Молдова, бафтый боец. Я желаю им все доброго.